Водителя этой машины арестовали немедленно. Им оказался 20-летний Джеймс Филдс из Огайо. По свидетельствам его университетских преподавателей, он исповедовал крайне правые взгляды и на уроках истории восхищался Гитлером. Филдса обвиняют в убийстве, причинении тяжких телесных повреждений и оставлении места ДТП. Под колесами его автомобиля погибла 32-летняя сотрудница юридической фирмы Хиттер Хейер. Еще 19 человек пострадали. Вместо трагедии местные жители несут цветы и свечи. В субботу Филдс специально приехал в Шарлоттсель на акцию под названием «Единство правых». На нее съехались несколько тысяч националистов со всех Соединенных Штатов. Они выступали против сноса в Шарлоттселе памятника Роберту Ли, генералу конфедератов, выступавшего во время гражданской войны на стране рыбовладельческого юга. Еще до начала акции на улицы вышли и противники националистов. Между ними начались столкновения. Всего в беспорядках пострадали 35 человек. Многие остаются в больницах в тяжелом состоянии. Власти штата были вынуждены ввести режим чрезвычайного положения и отменить запланированную демонстрацию. «У меня есть послание для всех сторонников превосходства белой расы и прочих нацистов, которые сегодня приехали в Шарлоттсвилл. Простое и прямое послание. Убирайтесь домой. Вам здесь не рады. Позор вам. Вы притворяетесь патриотами, но с патриотизмом не имеете ничего общего». На следующий день организатор «Единства правых» Джейсон Кеснер обвинил в случившемся власти штата. «То, что произошло вчера – результат отказа полиции Шарлоттсвилле выполнять свою работу. Они просто стояли и не следовали договоренностям по обеспечению безопасности. Мы подали заявку, и нам ее согласовали. Это наше конституционное право на собрание». Его пресс-конференцию прервала толпа протестующих. Они скандировали «убийца» и «позор». Кеснер был вынужден буквально сбежать в ближайший полицейский участок. А между сторонниками и противниками правых продолжились ожесточенные споры. Обострение противостояния правых и левых в обществе многие связывают с избранием президента Дональда Трампа. Во время кампании он обещал представлять интересы всех, цитата, забытых американцев, тех, кто не согласен с доминирующим либеральным дискурсом. «Если ты с ними не согласен, то ты расист и сторонник превосходства белых». «Не могу поверить, что это происходит в 2017-м, в то время как многие из нас боролись против этого еще в 60-х». Раскритиковали Трампа и за то, как он отреагировал на трагедию в Шарлоттсвилле. Президент, который проводит отпуск в штате Нью-Джерси, заявил, что, цитата, «ненависть и раскол должны прекратиться. Нам всем следует объединиться, как американцам, которые любят свою страну». Тот факт, что в его словах не прозвучало недвусмысленное осуждение белых экстремистов, вызвал возмущение как республиканцев, так и демократов. На волну критики Трамп ответил агитационным роликом, перечисляющим его заслуги на посту президента.